Друзья, всем привет! Сегодняшний видеоролик у нас будет касаться улучшений смартфона POCO. Ведь многие говорят, что лишь только выходят обновления стоковых приложений для Xiaomi и Redmi, а вот именно устройство POCO никак не улучшить. И тут разработчики решили выпустить обновление POCO лаунчера, которое ускоряет устройство POCO, оптимизирует все возможные процессы и, конечно же, улучшает анимации. Интересно? Тогда присаживайся поудобнее и мы будем начинать. У нас сегодня подопытным выступает POCO F6. Конечно же, на этом месте может быть, к примеру, POCO F5, F4, F3, X3 Pro, ну и в принципе любой другой POCO, ну, который является у нас условно актуальным. Если там рассматривать POCO F1, то, к сожалению, на него мы всю данную историю не поставим. Получается у нас обновление стокового приложения POCO лаунчера, которое вышло относительно недавно, но оно вот именно в кругах пользователей смартфона POCO наделало много шуму. Вообще, в принципе, что собой являет новый рабочий стол? Получное обновление, вот, пожалуйста, вам циферки того, что мы с вами получаем. Но если мы с вами привыкли видеть лишь там в списке изменений, оптимизацию и там быстродействие чего-то там, то в новой версии, хочу вам сказать, действительно стало лучше и анимации отрабатывают на ура. Каких-либо затупов я не заметил на, вот, к примеру, этом же устройстве на POCO F6. Да, могут быть, конечно, на других аппаратах свои какие-то приколы откровенные, но, опять же, скорее всего, это будет сугубо индивидуально. И да, хочу сказать, что за последнее время это одно из лучших стоковых обновлений для смартфона POCO. И, в принципе, как бы там, мы с вами получаем действительно то, что должно работать по умолчанию и так, в плане тех же анимаций и отзывчивости. По дополнительному функционалу, который мог бы добавиться в разделе рабочий стол, к сожалению, тут ничего нового мы с вами не найдем. Единственное, что я мог бы отметить, и немногие, кстати, за это знают, что на смартфонах POCO можно поставить классический стиль отображения рабочего стола, как это реализовано на смартфонах Xiaomi и Redmi. И да, есть еще один такой небольшой моментик, это скорость анимации. Если вы хотите, чтобы ваше устройство прям так красиво, по-флагмански работало, вы можете поставить раздел медленно, ну или же именно пункт медленно. Если вам это не слишком-то и важно, то, пожалуйста, режим сбалансировано, и, в принципе, анимация будет у вас на так же достаточном уровне. Многие еще также задаются вопросом, где же найти это обновление, как его скачать и вообще, в принципе, как это все устанавливать. Ну и в этом видеоролике немножечко мы эту тему затронем. Вам необходимо будет перейти в мой телеграм-канал по ссылке в описании под этим видео, после чего попадаете вот на этот пост. POCO Launcher. Тут можете почитать список изменений, перейти по кликабельной ссылке на там другие изменения, которые еще когда-то там в далеком, получается, в феврале добавились. И ознакомиться с ними. Далее вы просто нажимаете вот на этот файл, ждете, пока оно загрузится, еще раз на него тыкаете и дальше выбираете обновить. На этом, в принципе, ваше обновление смартфона POCO до актуальной версии POCO Launcher и закончится. Но как бы оптимизация, быстродействие и тому подобное, это все прекрасно. Но вот чего не хватает смартфону POCO, в принципе, по сравнению со смартфонами Xiaomi и Redmi, это анимация выхода из приложения. Вот, к примеру, в настройки я зашел, из них выхожу, и оно просто обратно отлетает. И это вот такой небольшой моментик во всей этой истории. Но сегодня у меня для вас есть небольшое решение в плане значков и иконок, для того, чтобы, ну, немножечко улучшить свое устройство POCO. Получается, вы переходите в раздел темы. Далее вы ищете тему под названием HyperX, и вот она у нас. Вы на нее нажимаете и попадаете, соответственно, в карточку данной темы. Далее нам необходимо будет нажать на автора этой темы, и он у нас звучит, получается, MDGBON2. И вот дальше мы с вами ищем тему, которая называется HyperUI версия 4. И в этой теме нам с вами потребуются значки. Мы с вами внизу нажимаем загрузить. Конечно, соглашаемся с тем, что там могут быть проблемы с совместимостью, ну и тому подобное. Далее дожидаемся окончания загрузки. Если, кстати, у вас загрузка не происходит, можете попробовать с помощью VPN это все дело провернуть. Далее вы нажали только что на настройки, и убираете все, кроме значков. И нажимаете применить. Далее мы с вами выходим на рабочий стол и наблюдаем следующую картину, что значки у нас с вами поменялись. И они у нас, ну, чуть схожи с тем, что есть, к примеру, на смартфонах Xiaomi, а также Redmi. Но также будет у нас в этой всей истории один такой момент и нюанс, что и на этой теме анимации выхода из приложений у нас отрабатывать не будут. Скорее всего, разработчики решили таким образом, в принципе, ограничить смартфоны Poco от этой анимации. Мол, у вас Poco Launcher, ну, или страдаете. Если вы хотите что-то более повеселее, ну, тогда онлок загрузчика, root provide, там, какой-нибудь модуль на рабочий стол MIUI, ну, и, в принципе, тогда будет вам счастье. То есть, только таким методом можно, как бы, это все провернуть. Но, а если вы не хотите заморачиваться, там, разблокировки делать, ну, и тому подобное, вот можно такую тему поставить и наслаждаться приближенным вариантом к смартфонам Xiaomi и Redmi. В целом, как вы заметили, что у нас действительно оптимизация быстродействия анимации появились на устройстве Poco F6, потому что из коробки лично у меня к нему были некоторые вопросы. Ну, и также вы можете всю эту историю получить и на других актуальных смартфонах Poco. Потому, если вы установили это обновление, отпишитесь в комментариях, действительно ли стало лучше отрабатывать анимации на смартфонах Poco, да и вообще в целом, как вам теперь стало пользоваться своим устройством. Ну, а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok